Привет. Сегодня мы с вами поговорим про gitignore. Это такая штука в системе контроля версии, которая позволяет некоторые файлы не добавлять в историю изменений. И вроде бы маленький файл, какие там проблемы? Просто перечисляйте список файлов, которые вам не нужны в проекте, которые могут генерироваться, но их не нужно добавлять в историю версии. Но бывает, что на проекте больше, чем один человек, а бывает, что это open-source, и туда приходят абсолютно незнакомые вам люди. И как вы им объясните, что вам нужно, что не нужно? Решение проблемы лежит в том, чтобы понимать, как работает gitignore, и что он бывает не только локальный для проекта, но и глобальный для операционной системы. Именно об этом мы сегодня поговорим. Как обычно, у меня для вас есть маленький бесполезный проект, на основе которого мы пытаемся понять, как все работает. Представим себе три файлика и репозиторий, которые скоро из них появятся. У нас есть readme, в который перечисляют мои любимые цвета. Ну, вы могли уже заметить. Название, псевдоним, хекс, томатный, сливовый, пшеничный. Все чудесно записано в таблице в формате markdown. Также у меня есть демо-страница. Вы видите ее справа. И как она выглядит? Это просто список цветов. Подключаются стили дополнительные. И все это дело стилизует. Body, height, margin, padding, в общем. И по очереди фоновыми цветами раскрашиваются пункты списка. Все очень-очень просто. Мы ведь сегодня не кодом занимаемся, правда? У нас есть readme. И в папке source лежат файлы index.html и styles.css. Почему в папке source? Потому что я хотел бы обрабатывать их, сжимать, чтобы потом выкладывать, например, в более оптимальном виде. Для всего этого мне нужна какая-то автоматизация. Я решил не усложнять и сделать просто package.json, в котором все я описал. Сделаем так, чтобы было лучше видно. И смотрите. Во-первых, это приватный файл. То есть мы не собираемся опубликовать его в npm. Тут у меня лежат несколько скриптов. Например, скрипт html минимизирует html файла. То есть он буквально пробегается с парочкой параметров. И что происходит? Он берет файл src.index.html и кладет его, видите, ключ output, в dist.index.html. Папки dist пока нет, но она появится после работы этого скрипта. Дальше скрипт css. Он берет пакет css.o и из папки src кладет его в папку dist.style.css. Ну и дальше скрипт start, который просто запускает два скрипта выше по очереди. Сначала html, потом css. Все очень просто. Ну и как зависимости, у нас есть css.o и cli и html.minifire. Как вы видите, пока ничего из этого просто не может заработать, потому что мы описали все зависимости, но мы пока ничего не установили. Давайте это сделаем. Откроем консоль, напишем npm install. Установили все зависимости. У нас еще появился файл package.log.json. Хорошо. А еще папочка node modules. Ой, а там много всего разного странного. Ну ладно, хорошо. А что еще? А еще теперь мы можем все это запустить. То есть мы можем написать npm start. И, как вы помните, выполнится два вот этих скрипта. Сначала html, потом css по очереди. npm run html и npm run css. Вы могли заметить, что я создаю много всего лишнего. Какие-то паккейджи, сонны, скрипты, зависимости. Это все на самом деле не нужно для такого простого проекта, как readme до html файли с css. Я просто пытаюсь продемонстрировать один пример для больших проектов, ну или средних проектов. Любых проектов, где есть какие-то зависимости, какие-то сложности. Поэтому не думайте, что это все обязательно и нужно. Просто пример такой. После сборки наши файлы будут попадать в папочку dist. То есть вот если здесь мы создадим папку dist, там начнут появляться наши собранные файлы. Давайте запустим скрипты npm start. И поехало. Давайте посмотрим, что там получилось. Файл стайл с css у нас теперь сжатый. И файл индекс.html тоже сжатый. Отлично, мы своего добились. Я обещал open source. Теперь давайте выложим этот проект на GitHub. Сначала заведем здесь репозиторий. git init. И у нас появился пустой репозиторий. Дальше на GitHub я уже создал репозиторий Favlers. Да, favorite colors, Favlers. Не спрашивайте, название дурацкое. И он пока пустой. Теперь мне нужно эти репозитории поженить. Пустой, локальный и пустой, удаленный. Здесь есть команда git remote at origin. Я напишу ее сюда. Отлично. И теперь смотрите, что у нас здесь есть. У нас есть 536 файлов, которые VS Code видит и хочет запушить в удаленный репозиторий. Кажется, многовато, правда? Давайте рассмотрим, что это за файлы. Видите, он стал подсвечивать все файлы, как те, которые нужно добавить в удаленный репозиторий. Если посмотреть конкретно в это меню, то их фантастическое количество. Я вам говорил, что проект простой. Откуда там 536 файлов? Ну, у нас же readme, понятно, index.html, исходник, style.css, исходник, ну, package.json, чтобы продемонстрировать, какие нам нужны зависимости, package.log.json, ну, все-таки надо его хранить в системе контроля версии, чтобы можно было воспроизводить полностью все зависимости. А остальные файлы откуда и зачем они нам нужны? И здесь появляется gitignore. Это файл, в который вы добавляете список файлов, которые вам не нужно трекать в системе контроля версии. Они у каждого собираются свои, это такие артефакты сборки, они не нужны. Поэтому мы сейчас создадим файл gitignore и заигнорируем их. Давайте создадим в корне проекта файл gitignore и напишем в него, что нам не нужно. Ну, папка node.modules не нужна. Она ставится локально, и в системе контроля версии не хранится. Сохранили. Видите, она стала серенькая. Отлично. Нам еще не нужна папка dist, потому что там хранятся собранные версии. Прячем ее тоже. Стала серенькая. Ну и что еще? Readme нужен, package.json, package.log. Сам gitignore нужен. Ну и вот исходник мы храним в папке src. Смотрите, теперь нам нужно закоммитить всего 6 файлов. Видите? Уже не так страшно. Ну, давайте это сделаем. Первый. Ну и нажмем на кнопочку, опубликуем нашу ветку. Обновляем. Да, и теперь у нас на GitHub есть репозиторий Fowlers с любимыми цветами, со всеми файлами и ничего лишнего. Просто папочка src, и каждый, кто склонирует себе этот репозиторий, откроет, поставит зависимость и сможет с ним что-нибудь делать. Хорошо, мы договорились, что мы игнорируем файлы, которые не нужны лично нам при разработке. Ну или команды, с которой мы тоже об этом договорились. Но это open source, поэтому сюда может прийти любой человек и сказать, здравствуйте, у меня есть правочки. И он имеет абсолютно на это право. И давайте воспроизведем ситуацию, в которую пришел какой-то непонятный человек, какой-нибудь Мадим Вакеев, и начал делать нам pull-реквесты. О, так что письмо пришло. Кто-то прислал pull-реквест и добавляет в нем RGB цвета. Давайте посмотрим. И правда, смотрите, какой-то PeoplesBot, Мадим Вакеев, кто это такой, интересно, добавляет RGB цвета. Ну окей, давайте посмотрим на этот pull-реквест. Не благодарите. Ой, какой молодец. И что у нас тут новенького? Давайте рассмотрим поближе, что у нас здесь есть. Увеличим и прочитаем эту удивительную историю. Видимо, автор начал свою работу в редакторе идеи. Причем на macOS. Редактор создал служебную папочку идеи, macOS создал файл ds.store, ну и все закрутилось, и работа пошла. Потом проект наверняка открыли на Windows, создался файл thumbs.db для картинок, не знаю зачем. Ну и работали наверняка в VS Code, и там тоже появился служебный файл, в котором хранятся, не знаю, настройки проекта. А потом автор решил попробовать что-нибудь новенькое и переписать этот репозиторий на SASE, и начал экспериментировать, но потом передумал, ну папочка SASE-кэш осталась. И вроде бы, зачем это все в проекте? Поэтому все это успешно заигнорилось. Ну и в общем-то спасибо автору на этом тоже, потому что если все это здесь появилось в репозитории, было бы страшно. Но у нас появились только правки в git-игноре. Здесь вы можете сказать, ну а какие проблемы? Папки-то действительно не должны быть в системе контроля версий, и вы абсолютно правы. Им там совершенно нечего делать. Но они не имеют отношения к проекту вообще никакого. Это не артефакт NodeModules, который мы используем. Это не артефакт сборки, который мы используем. Это просто особенности вашей операционной системы, вашего редактора или вашего процесса разработки. Так что же делать? Что можно сделать, чтобы у нас не было этих файлов в проекте, но они все-таки лежали в папке и помогали вам локально разрабатывать? Заметили? Ключевое слово «вам локально разрабатывать». Давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте сходим в корень моего пользователя, просто cd, и здесь откроем файл git-игнор. Да, он лежит у меня в корне. Код, git. И видите, здесь есть git-конфиг и git-игнор. Нам нужен git-игнор. Открываем. Смотрите, сколько всего удивительного. Скомпилированные файлы питона или что это за PYC или RUS какой-то. DISTOR, DISTOP-I, неслужебные файлы для macOS, Windows, вот эти самые thumbs.db, какие-то папки с корзиной, иконка, если в Mac добавлять иконки к папкам появляется. В общем, весь мусор, который не имеет отношения к проектам, с которыми я работаю, или что может появляться, потому что я работаю на macOS или в каких-нибудь редакторах, содержится здесь. Я уж не помню, откуда взяло содержимое этого файла. Мне кажется, я таскаю его между версиями операционной системы, но главное, что он у меня есть. Ну и мало иметь этот файл, нужно на самом деле прописать конфиг, чтобы git видел этот файл как глобальный git-игнор. Мы вставляем вот подобную строчку и попытаемся понять, что здесь написано. Мы говорим, git, измени свой конфиг, глобальный, чтобы эксклюдить файл с помощью вот этого конфига. И все. На Windows вам нужна немножко другая команда, чтобы найти корневую папку, но в описании к этому видео будут подробности о том, где это все подсмотреть. Все. Теперь я могу мусорить в любом репозитории и не мешать его работе. Например, могу создать файл info.md, в котором записать информацию об этом репозитории. Почему он у меня, как я его контрибьючу, нашел или еще что-нибудь такое. А потом заигнорить у себя глобально, и он будет просто там лежать и никому не мешать. Может, попробуем? Давайте добавим сюда файл info.md, например, в глобальный git-игнор. Сходим в проект и создадим здесь, например, точно такой же файл info.md. И видите, он сразу серенький. Мы здесь можем написать любой текст, ну, например, классная репка, комментарий какой-то или еще что-нибудь такое. И он не будет мешать системе контроля версий в этом репозитории. Ну и что мы будем сделать с pull-request? Ну, сделаем ревью и попросим автора его исправить. Понятный и полезный ревью. Спасибо за pull-request. Давай только перенесем служебные файлы в твой глобальный git-игнор. Примерно вот так. И ссылка на документацию по git-игнору. Теперь вы знаете, как не мешать open-source проектам своими частностями локальными, настройками редактора или операционной системы. И с другой стороны, как автор open-source проекта, вы знаете, как организовать git-игнор, чтобы там было только то, что относится к проекту, а не какие-то ваши частности. По-моему, это очень правильный подход. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми вы видели мои патроны. Если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать чуть-чуть ближе. Вы сможете получить письма с наклейками от меня, попасть в закрытый чат, ну или что-нибудь такое. Если вам и так нормально, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне это очень сильно помогает. Ну и давайте обсудим в комментариях, что вы думаете. Может быть, вы не согласны с тем, что git-игнор должен быть локальный, глобальный, или вы практикуете что-нибудь другое. Может быть, вы node-modules храните в своем репозитории. В общем, интересная тема, давайте обсудим. Ну и увидимся в следующем видео. Пока.